На побережье залива Терпения отстроили импровизированную этнодеревню. Она в полной мере отражает быт и обычаи коренных малочисленных народов Севера. Их национальные блюда за победу аборигены будут сражаться в семи промыслах и видах спорта. Старейшины общин зажигают ритуальный огонь. Возле костра добавляют к рису блюда из ягод, грибов и мяса, табак, душистые травы и даже халу. Доверена кормить духа моря педагогу Людмиле Хомовне Минато. Она является одним из соавторов Уильтинского букваря. Идет Минато с рыбой. Если не побеседуешь духом моря с хозяином, он тебе ничего не даст. Надо ее угостить, поздороваться, хорошо с ним побеседовать по-мирному, попросить немножко рыбки. После кормления богов у пламени людей окуривают богульником от злых помыслов. Затем выход по дорожке к морю. Нужно задобрить и водную стихию, чтобы она благоволила рыбакам во время летней путины и защищала от природных бедствий. Сейчас будут всякие разные конкурсы. Посмотрим обязательно. Вот с ребенком пришли посмотреть. Олени сегодня привезли. Потрясающе! Северных оленей привезли из Ноглик. Их разрешили погладить и сфотографироваться. Одним из ярких состязаний стал выход в море на лодках. Дистанция 100 метров. Нужно доплыть до буйка, обогнуть его и быстро финишировать. Очень хорошо, весело. Показать, на чем мы способны. У кого больше сил физической. Для развлечения, прекрасных гостей наших. И, конечно же, завораживают выступления народных национальных коллективов. Один из них – Менгуме Илга. Серебряные узоры. Исполняет эвенкийский танец радости. Такой народ, как эвенки, кочующий народ, они были очень веселым народом. И часто танцевали там в своих, как это назвать, ну, в своих поселениях временных. И куда же без ухи из свежей горбуши? К полевой кухне выстроилась длинная очередь. Хватило всем. Игорь Антипов, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ.